Управление службы исполнения наказания подвело итоги работы за 2014 год. Начальник ведомства этот период охарактеризовал как сложно стабильный. Сложный из-за сокращения более чем 600 должностей сотрудников. Нагрузка на оставшихся возросла в несколько раз. А стабильный, потому что со всеми трудностями ведомство справилось. Мы в 2014 году выпустили более 400 миллионов товарной продукции, то есть прибыль составила более 70 миллионов. Мы открыли участки колонии поселений ВК-4, ВК-6, что позволило сократить бесконвойку. Я уже говорил в своих интервью до этого. Большой объем работ произведен в СИЗО-1 за счет той прибыли, которую мы сделали. За весь год из-под охраны не допущено ни одного побега. Всего одному осужденному удалось бежать из-под надзора. Показатель значительно меньше, чем за аналогичные периоды прошлых лет. То есть в целом количество преступлений, совершенных за колючей проволокой, в два раза ниже. Ведется плотная работа с правозащитниками и другими ведомствами. В 2014 году в адрес управления и учреждения УС области органами прокуратуры вынесено 247 актов прокурорского реагирования. Наибольшее количество связано с обращениями граждан, осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Неправомерным применением к осужденных мер поощрения или дисциплинарного воздействия. Недостатками в коммунальном бытовом обеспечении, оборудованием общежития отрядов в камерах. А также надлежащим контролем за отбыванием осужденных наказаний, связанных с решением свободы и ряда других. О планах на 2015 год начальник ведомства говорит сдержанно, не называя конкретных направлений деятельности. Главным образом необходимо сработать лучше, чем в предыдущем году. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.